здравствуйте осенью когда отцветают практически все садовые цветы начинаешь задуматься а вот чтобы такое посадить чтобы участок был красивым до зимы а лучше всего и зимой было красиво чтобы такое посадить вот кроме хвойников потому что хвойники конечно красиво в любое время года но хочется что тут еще и здесь как раз на помощь придет бересклет крылатый это растение еще не часто встречается на наших садовых участках но ландшафтные дизайнеры его уже очень полюбили крылатый бересклет называется из-за того что у него одна стволе на веточках есть такие пробковые наросты чешуйки они похожи на крылышки бабочки которая присела на это растение и поэтому то называется крылатый весной бересклет крылатый практически ничем не примечательно зеленый куст с невзрачными мелкими цветами и именно весной он не выдерживает конкуренции с другими цветущими растениями на нашем участке а вот осень звездный час бересклета во-первых осенью листва бересклета от зеленый начинает становиться розовый а потом ярко-алый и вот этот куст он просто привлекает притягивать к себе внимание если он есть на участке и забываешь даже о том что кругом все отцвело бересклет имеет очень оригинальный плод плод это карминная коробочка которая плотно посажена на ветках и когда созревают семена коробочка раскрывается и на тоненькой ниточке спускается вниз ярко оранжевое семя и держится это себе всю зиму и в сочетании с заснеженным участком с тем снежком который падает на ветке получается очень и очень красиво бересклет это растение которое довольно таки просто вырастить на своем участке растение растет медленно за 10 лет растение дорастает до полутора метров бересклет любит яркие солнечные места в тени будет плохо свести и в результате вот этих вот декоративных семян получится меньше бересклет любит легкие водо-влагопроницаемые почвы и единственное что он не любит это застой воды если у вас очень сырой влажный участок сделать дренажные канавки вокруг посадочной ямы где будет расти бересклет и проблем у вас практически не будет особенно если вы на дно посадочной ямы положите слой дренажа растение подкармливают иногда полным минеральным удобрением но подкормки заканчиваются в середине июля а дальше с наступлением холодов вот это растение будет радовать вас от этим алым именно алыми листом который долго сохраняется практически уже все растения облетают а листья на бересклете все еще сохраняются размножается бересклет очень просто размножается он семенами но этот процесс самый долгий лучше всего размножить бересклет делением куста бересклет можно также черенковать можно нарезать черенков укоренить можно пригнуть ветки пришпилить земле и вот вместе вместе где ветка будет соприкасаться с землей за лето даст корни растение прекрасно зимует его не нужно укрывать и никаких дополнительных подготовок к зимовке у него нет вот такое растение бересклет если вам где-то попадется в продаже не проходите мимо обязательно купить а может быть для того чтобы украсить свой участок вы специально где-нибудь его закажите и поселите пламенеющий кустарник у себя на участке